Следующий доклад представит Зинаида Кудрина, директор по продвижению решений бизнес-продуктивности компании Microsoft. В своем докладе она расскажет про роль коммуникации в трансформации бизнеса, поделится аналитикой рынка и опытом Microsoft. Поприветствуем Зинаиду. Добрый день. Коллега по выступлению Роб только что очень подробно, я бы сказала, осветила тему трансформации. Поэтому мы перейдем уже непосредственно к делу. Он говорил больше про то, как мы можем использовать внешние возможности при проведении цифровой трансформации в компании. А я бы хотела немножко в своем докладе сфокусироваться на том, что происходит внутри вашей компании и на внутренней организации. Говорилось о том, что физический мир и цифровой мир перемешаны, неотделимы друг от друга. Это звучало, наверное, в каждом выступлении сегодня. И хотелось бы поговорить о том, как это в итоге влияет на успешность бизнеса или его неуспешность. Наверное, немножко аналитики. За последние 20 лет 50% компаний из списка Fortune 500 были поглощены другими компаниями этого списка или обанкротились. McKinsey вывел ряд закономерностей. Главное из них то, что эти компании не смогли пережить цифровую трансформацию, которая стоит на пороге каждой компании, если вы не смогли адаптироваться, то вы out of business. Еще немного цифр. Наверное, о цифровой трансформации говорит каждый, и 75% компаний уже в той или иной степени пытаются ее провести. И уже есть первые результаты, которые говорят нам о том, что 50% компаний не достигают тех результатов, в котором они стремились, не потому что они не внедрили нужные информационные технологии, а потому что они не смогли изменить культуру компании. И когда я планировала говорить о Microsoft Teams, Microsoft Teams неразрывно связан с change management в компании, а точнее с культурой и процессами внутри. Потому что какую бы крутую технологию на рынке вы сегодня не пытались внедрить, если все процессы и культура остаются прежними, ничего не получится. Самое главное, что поняли все внешние консультанты на рынке и Microsoft по своим наблюдениям, изменилась роль директора компании. Директор компании больше не может отдать технологические вопросы просто на откуп IT-директору и на откуп HR-директору или директору по кадрам все вопросы, которые касаются персонала. Он должен сам возглавить технологические изменения в компании и культурные изменения в компании. Об этом сейчас написано много статей, проходит много мероприятий по change management. И в общем-то те компании, которые преуспели в цифровой трансформации, смогли нанять на работу или пригласить консультантов, которые помогают руководителям бизнеса делать так называемую культурную трансформацию в компании. Я хотела бы поделиться немножко опытом Microsoft. Это технологическая компания. Мы внутри начинаем использовать наши технологии практически за два года до выхода их на рынок. При объеме компании это, можно сказать, самая надежная первая проверка возможности использовать ту или иную технологию в бизнесе и для обычных консюмеров до того, как рынок ее увидит и сможет оценить плюсы и минусы той или иной технологии. Соответственно, когда Microsoft тоже встал на пороге цифровой трансформации, руководство инвестора компании задумались. Да, мы технологически, у нас есть доступ к технологиям. Как быть в этом успешными? И мы поняли, что для нас цифровая трансформация – это, как и для всех, не только технологии, но и изменение культуры. Поэтому в 2014 году за 40 лет существования компании на одной сцене стояли три генеральных директора компании. Билл Гейтс, который ее создал, Стив Балбер, который, можно сказать, был первым наемным генеральным директором, который смог удержать успех Microsoft и приумножить его. И Сатя Наделла – это новый генеральный директор, который сменил Стива Балбера. Почему нужен был новый генеральный директор? Потому что именно директор возглавляет цифровую трансформацию, культурную трансформацию в компании. А цифры обычно должны подтвердить, случилась трансформация или не случилась. И до того, как я вам расскажу детали, такой небольшой тизер. Акции компании Microsoft долгое время были самыми стабильными акциями. То есть если вы планировали выйти на пенсию и куда-то инвестировать в какие-то ценные бумаги, можно было купить акции компании Microsoft, потому что они годами стоили 25 долларов за акцию. То есть это гарантировало, что вы не приумножите доход, но останетесь при своих инвестициях. Когда пришел с сайта Наделла и началась цифровая культурная трансформация в компании, которая тоже шла непросто, как во всех компаниях, акции компании начали расти. Я вот могу сказать, что некоторые люди в компании работали с самого начала, более 30 лет. Когда акции стоили порядка 50 долларов за акцию, то есть они уже были в два раза дороже, все внутренние эксперты говорили, что это нереально, если мы добьемся 70 долларов за акцию, то, наверное, это просто мега успех. И были внутренние ставки, будет ли когда-то пробит порог 70. Сейчас цена акции стоит 47 долларов за акцию. И уже никто не берется сказать, предел это или не предел. То есть такие результаты найма в компании с сайта Наделла и стратегии, которые он делал внутри Майкрософта. Теперь хотел бы поделиться тем, на чем сфокусировался сайт Наделла. Ну, логично, что на стратегии, на рабочих процессах, но самое главное, о чем он сказал, что дело изменений в компании, мы должны не забывать про коммуникации. Потому что то, что происходит сверху, должно доходить до низу и повторяться и объясняться несколько раз в день. Потому что люди должны понимать, что мы делаем, как мы делаем и почему мы это делаем. Когда к нам пришел сатя, я уже тоже работала в компании, и нам сказали, что мы станем лучше, у нас изменится миссия, потому что наша уже устарела, и Майкрософт стоит на пороге того, что мы будем нерелевантны сегодняшнему дню, потому что старая миссия была, мы хотим, чтобы у каждого человека на Земле был компьютер. Во времена, когда создавался Майкрософт, это тоже было таким легким безумием, когда про компьютеры знали немногие люди. Однако, когда пришел сатя Ноделла, мы изменили миссию и начали ее интернализовывать внутри компании Майкрософт. Было понятно не сразу, что мы хотим этим добиться, как мы будем это делать, но именно коммуникации помогли сатю Ноделла в этом. Первое, что он сделал, он начал опять же с себя и со своего кабинета. Всегда, когда существовал Майкрософт, когда он стал уже довольно-таки крупной компанией, совет директоров репортил в Стива Балмера индивидуально. Был финансовый директор, был директор по кадрам, ну и так далее, по разным направлениям. И все они индивидуально встречались и в чем-то, наверное, были соперниками. Когда пришел с сатя Ноделла, он сказал, мы будем реальной единой командой. Больше не будет индивидуального репортинга. Пятница назначается днем внутренних встреч, когда мы все вместе решаем все вопросы. Весь совет директоров будет решать финансовые вопросы, вопросы по кадрам, продуктовые вопросы. Он создал команду, которая должна была не конкурировать между собой, введя компанию вверх, создавать эту синергию. И за счет того, что каждый знал в деталях то, что происходит в другом подразделении, это позволяло, может быть, на первом этапе чуть медленнее разобраться с ситуацией, а дальше принимать быстрее созависимые решения, потому что каждое решение влияет на любую часть бизнеса. Что дальше сказал сатя Ноделла? Он сказал, что нам нужно упростить все процессы и все взаимодействия, которые происходят между нами. Вот со своим кабинетом и с советом директоров он использует из всего многообразия наших инструментов только два. Это OneNote и Teams. OneNote, он входит в Teams, про Teams мы поговорим. Он сказал, что должно быть единое простое место, в котором мы можем взаимодействовать. Сегодня, как говорили, окном оператора, да, Сбербанк. У нас есть та бизнес-платформа, из которой мы удобно можем делать все эти действия, которые нам необходимо делать. И она должна быть удобной для командной работы. Соответственно, весь руководящий персонал работает в Teams, про который я сейчас чуть подробнее расскажу. Это решение, которое позволяет использовать то, к чему мы с вами привыкли. Мы привыкли к живому общению, к чатам, как сегодня рассказывали при докладе компании Юла, что у нас есть разговоры, переговоры из парков и любой точки земного шара. И при этом они должны быть в хорошем качестве. Teams, например, недавно дал функцию шумоподавления. То есть если вы звоните из аэропорта, и там шумно, это всегда проблема. То есть вас не слышат, вы немножко не слышите. Включился функционал, как, скажем так, на наушниках, которые иногда включаются в самолете, когда выделяется ваш голос, а дальше идет шумоподавление, и в эфир идет ваш чистый голос, и вы тоже слышите лучшее в обратную связь. Дальше все знают вот эти веселые истории при видеоконференцсвязях, когда диктор на телевидении презентует какой-то доклад, а дальше в комнату врывается ребенок, и понятно, что, в общем-то, он ни в какой не студии. Появилась функция, ну это так, чтобы немножко вы проснулись, блера фона, когда вы можете выбрать любой фон. Звоня кому-то, у вас могут быть пальмы, звоня кому-то, у вас может быть со спины бизнес-центр. Это позволяет вам, опять же, звонить и включать видеосвязь, которая сближает в любой момент, даже если место не предполагает удобства для этого, когда вы даже в торговом центре или где-то на улице, где картинка совсем не та для разговора с заказчиком. Брифинг и OneNote. Почему хотела про это сказать? Вот симплификация и недублирование функций, они очень важны. У Сати Наделла очень напряженный график, он много ездит, много выступает. Он никогда не проводит дебрифы своих встреч. У него есть команда, и даже его бизнес-менеджер, если он с ним не на встрече, а Сати Наделла лично пишет комментарии, которые в режиме реального времени читает команда, еще до того, как он вышел от заказчика, или партнера, с которым он встречается, разговаривает, они могут уже начать делать следующие шаги. Плюс интеграция всех решений автоматизации позволяет из OneNote автоматически назначить задачу, отправить имейл, из имейла организовать встречу. Это все как бы стандартные вещи, совместные работы. Но всего два инструмента. Teams, мы сейчас на него посмотрим, и OneNote, в котором он ведет всю подготовку ко встречам, все фоллоуапы и взаимодействует по задачам со своей командой. Больше ничего, он не тратит время на переключение между системами, на поиск информации там, на поиск документов в другом месте, одно окно. Ну, конечно, все данные у него визуализированы, это удобно, и, в общем-то, я думаю, что об этом смысла подробнее рассказывать нет. Что такое Teams? Когда был создан Teams, многие говорили, что это что-то странное, потому что у Microsoft уже есть Skype, for Business, Skype обычный. Зачем создается еще одно приложение для общения? Но вот как раз Teams создавался из-за того, что бизнес показал необходимость создать платформу для командной работы, а не просто, скажем так, еще один коммуникатор, хотя эта функция в Teams есть, и она, наверное, одна из самых важных, потому что она дает людям то, к чему мы привыкли к общению с нашими коллегами и контрагентами. Соответственно, мы можем назначать встречи, мы можем делать звонки, мы можем проводить видеоконференции, мы можем делать броудкасты каких-то крупных мероприятий на заказчиках. В броудкастах доступна функция голосового распознавания текста и поиска по контексту. Это, в принципе, очень удобно. Если было какое-то выступление на два часа, которое вы пропустили, и вам ваш коллега говорит, что мы хотели бы, чтобы вы прослушали кусок, который касался операционной прибыли, вам не нужно узнавать, на какой это был минуте, по контексту вы можете искать в видеозаписи тот кусок, который вам интересен. Соответственно, дальше важная часть – это совместная работа. Вот такой вопрос в зал. Кто пользовался офисом 365, который клаудная версия? О, отлично. Ну, тогда, наверное, вам понятнее для тех, кто еще не пользовался. Это возможность в реальном времени работать с коллегами над одним документом. Особенно это актуально, когда приближается дедлайн, или даже когда он не приближается, и нужно всем что-то делать вместе. Вот в Teams мы можем сразу пересылать файлы. Файлы могут храниться в той же группе, рабочей группе, с которой вы работаете. Вы можете сделать поиск. Все возможности совместной работы с файлами доступны. И в то же время удобно то, что вы можете организовывать это хранение по тем командам, с которыми вы работаете. И также важно, что есть функционал для команд и такой же обычный чат, который все любят и часто используют. Называется WhatsApp. Очень крупные компании, которые не готовы к облакам, как они говорят, потому что для них важна безопасность. А в итоге, когда мы встречаемся с руководством, говорят, ну да, многие ключевые вещи наши сотрудники пересылают друг другу в WhatsApp. В совершенно незащищенном решении для корпоративного общения. Поэтому, например, в Teams, который является корпоративной системой для общения со всеми соответствующими двухфакторными аутентификациями, возможностью отслеживать потенциальные угрозы и так далее, вы можете делать точно такой же чат. И интересно, что когда у нас тоже внедрялся Teams, у нас у всех был и WhatsApp, и Teams, и все равно многие старались использовать еще WhatsApp. Но сейчас я могу сказать, что WhatsApp используется только для какой-то личной семейной переписки, а даже с коллегами наши чаты идут в Teams, где у нас гарантирована безопасность нашего общения. Teams создавался с тем, чтобы в него можно было интегрировать любое внешнее приложение, потому что в каждой компании есть задача использовать дополнительные инструменты, дополнительные решения, и никогда практически нет одного поставщика, кто мог бы закрыть все задачи. Вот Teams — это то единое окно, которое может быть для сотрудника и подключать в себя любые существующие системы, а также можно писать новые. Безопасность. Я кратко сказала, это вообще, наверное, отдельная большая тема. Безопасность критична для многих компаний, и об этом можно делать, наверное, отдельный доклад. Что же такое все-таки Teams для Microsoft? Teams — это самое быстрорастущее решение за всю историю Microsoft. И такой интересный факт. Когда Microsoft выпустил Teams, где-то три года назад в New York Times на правах рекламы было опубликовано открытое письмо компании Slack к Microsoft. Slack писал о том, что мы глубоко уважаем Microsoft, что вы, конечно, молодцы, но зачем вы пытаетесь изобрести то, что уже существует для корпоративного сегмента? Потому что уже существует Slack, а вы пытаетесь автоматизировать общение людей и их ежедневную работу, которые, в принципе, уже все привыкли в том стандартном режиме, в котором это происходит сейчас. Это был довольно-таки интересный, смелый пиар и маркетинговый ход, потому что это, в принципе, на протяжении определенного времени давало широкий резонанс, потому что, в принципе, открытые письма к другим компаниям у нас пишутся в прессе нечасто, которые делают такое международное покрытие в средствах массовой информации. Так вот, в июле этого года, по прошествии двух с половиной лет, число пользователей ежедневных Microsoft Teams достигло 13 миллионов. 13 миллионов – это больше, чем количество пользователей Slack. Всего лишь два с половиной года с момента, когда было написано такое открытое письмо, и никто, можно сказать, на рынке не понимал и не верил, зачем нужна такая платформа. То есть вот эта возможность понять, что стоит на пороге вашей компании, какие бизнес-вызовы есть, и реализовать это – это такая важная составляющая. Сейчас многие, ну и, наверное, каждый третий спикер говорил о том, что мы вместе должны симплифицировать рабочее место наших сотрудников, дать им инструменты, дать им возможность удобно работать. Но давая инструменты, мой главный месседж в том, что мы должны изменить культуру, потому что я знаю примеры, когда компании получают инструменты, и, к сожалению, дальше ничего с этим не происходит, потому что не изменились процессы, или они не были достаточно хорошо коммуницированы внутри компании. Процесс изменений сложный, каждый из нас является его частью, думает он так или не думает, потому что мы все можем стать фасилитаторами изменений или, наоборот, ингибиторами, используя химический язык. Я желаю вам успеха в вашей работе. И если у вас есть какие-то вопросы по чейндж-менеджменту в компании, по адаптации новых продуктов, у нас есть большое количество тренингов, индивидуальных и групповых, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь. Спасибо. Зинаида Кудрина, Microsoft. Спасибо.